Вам интересно, что у меня на карточках? Вот, у меня вопросы. Меня зовут Наталья. В декабре я прошла стажировку в школе Skyeng и осталась работать в компании. Я учусь в медицинском и поняла, что удаленка — это спасение для студентов. И будет здорово, если мой опыт вам пригодится. Родилась я в Ливане, выросла там и проучилась, естественно, в школе тоже там. Папа у меня ливанец, мама русская. В школе в Ливане у нас все предметы на английском языке, кроме арабского. И, как многие мои знакомые, я всегда мечтала уехать в Америку и учиться там. В итоге я закончила 12 класс, так как и в Америке, и в Ливане учатся 12 лет в школе. Поступить в ВУЗ я решила все-таки в Москве, в России. Итак, чем мне запомнилась стажировка? Во-первых, это онлайн-платформа. Для меня это был вообще другой мир. Я вообще не знала, как с этим работать. Я была как бабушка старая, которая не думала вообще, что это, как этим пользоваться, как с этим работать. И в итоге мне во время стажировки все объяснили, все показали. И я поняла, как с этим вообще работать, как с этим действовать. После теоретической части назначаю 4 урока с настоящим учеником. Мне назначили уроки с мужчиной возрастом, как мой папа. И для меня это был вообще шок. Как так? Как я должна вообще учить взрослого мужчину? Представила перед собой своего папу. Я его учила английскому языку, и это было вообще ужас. В итоге мы провели с ним уроки. И несмотря на всю нервозность, мне очень понравилось. Мы с ним так привязались друг к другу, что он мне потом в конце, на последнем уроке говорит. Это что, Наталья, все, последний урок? Мы больше не будем с вами продолжать работать, я так и говорю. Я надеюсь, что будем. И было обидно с ним расставаться. Я так ждала приглашения в Skyeng, что даже ночь просыпалась, чтобы проверить почту и увидеть то самое приглашение. Меня в итоге пригласили. В конце декабря я закончила стажировку, и в январе я уже начала преподавать. У меня была одна сложность в опыте моего преподавания. У меня был ученик, который очень много смеялся во время урока. И мы из-за этого очень много времени тратили на одно упражнение. В итоге он начал на меня давить, почему мы сейчас проходим одно упражнение. А для меня смысл в том, чтобы пройти эффективно весь материал, чтобы ему все было понятно до самого словечка. Он просто хотел побыстрее все пройти. В итоге я обратилась к методисту с этим вопросом. Методист мне посоветовал, чтобы я настаивала на своем мнении, но одновременно прислушивалась к ученику. И это сработало. Через некоторое время ученик сообщил о том, что он успешно пообщался со своими иностранными коллегами, что он почувствовал прогресс. И он мне был очень благодарен. А я очень благодарна методисту. Чаще всего мне все говорят, вау, как это круто. Ты преподаешь дома, ты никуда не ходишь. Студенты-медики – это вообще другой мир. Невозможно вообще ни с чем совмещать учебу. Но все-таки я нашла выход из ситуации. Это самое крутое, то, что я могу взять, открыть свой ноутбук и сесть за работу в любой момент, когда мне это удобно. Конечно, были же такие мнения, когда мне говорили, ну ведь тебе мало платят за это. Но я все-таки им говорю. Вот, например, в Москве репетитор обычный за час работы получает 2000 рублей. Так что входит в эти 2000 рублей? Это поездка туда-сюда, а это час туда-час обратно в основном. Подготовка материала, подготовка всяких дополнительных заданий. И вот это вот все, это совсем нелегко, как это может казаться. Это занимает очень много времени, это все-таки такие мелочи, на которые нужно акцентировать внимание. Поэтому онлайн-работа – это очень удобно студенту, который делает первые шаги в своей профессии и очень много тратит времени на основную учебу. Подписывайтесь на канал SkyTeach. Там очень прикольные ведущие и много информации для начинающих преподавателей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!